Я иду к следующей теме. Тема оттуда, из-за зеркалья. Путин встретился с 17-летним Ахматом Кадыровым, старшим сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Неожиданная встреча состоялась на фоне слухов об ухудшении здоровья Кадырова-старшего, в смысле Рамзана. Детали о встрече сообщил глава Чечни в своем телеграм-канале. На сайте Кремля информации об этом нет. Рамзан Кадыров в своей публикации называет встречу неофициальной. Кадыров неоднократно уже делал там и селфи с Путиным, и выкладывал их в социальных сетях. При этом никакой информации на сайте Кремля об этом не было. Но вопрос не в этом. Действительная информация о том, что у него со здоровьем не лады. И вторая, вот эта встреча странная с сыном. Ну, Путину, наверное, во время войны есть с кем встречаться. Не тот случай, когда... Встретитесь с моим сыном, пожалуйста. Кадыров выглядит как человек, у которого со здоровьем не лады. Давайте так скажем. Я не знаю, что с ним, но фотографии, если им верить, если это настоящие фотографии Кадырова, которые буквально пару дней назад ходили по соцсетям. И в сравнении особенно с тем, как Кадыров выглядел год назад, ну, это что-то ужасное с ним произошло, явно со здоровьем, если это все настоящее. Я уж не знаю, там были, помните, истории про то, что отравили кого-то там, ну, не его самого, а что кого-то там, ближайшего из окружения, кого-то охранника отравили. Может, его отравили, я не знаю. Потому что он выглядит как очень-очень больной, сильный человек, у которого совершенно не в порядке со всем организмом. Я не знаю, правда ли это. Вот. Поэтому, если увязать все-таки эти два факта вместе, да, наверное, следует рассматривать их вместе. Не просто в отрыве от всего встречу Путина действительно с сыном Кадырова. А вот вместе. Потому что, ну, представим себе, что если бы Путин реально встречался просто так с сыном Кадырова, то не было бы этой фотографии. Мне кажется, не было бы. То есть, если бы просто Кадыров попросил, слушай, Владимир Владимирович, встретиться с моим сыном, мальчик там женится, то все, уважь меня, пожалуйста. Путин бы встретился, но не фотографировался бы и не выкладывал бы это в соцсети. Мне так кажется. Следующее, не выкладывал. Ну, понятно, не разрешили бы. Естественно. Не разрешили бы такое фотографировать, потому что оно вот как бы слишком неуместно. Слишком у многих вызовет, я думаю, противоречивые чувства там российской элите, что он встречается с сыном и фотографируется с ним. Не то, что встречается, то, что фотографируется. Вот. Поэтому, я думаю, это все-таки обязан быть сигнал. И вот в случае, если болеет реально чем-то Кадыров, то тогда все логично. Как мы помним, когда убили Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова, то Рамзан примчался в срочном порядке к Путину, то ли в спортивном костюме, то ли в джинсовом, непонятно, примчался, встречался с Путиным, а тогда Рамзану Кадырову было мало лет, сколько-то там. Но я помню, что ему не хватало пары лет до разрешенного конституции срока, когда можно становиться президентом Чечни. То ли ему было 28, а можно с 30, вот что-то такое, я точно могу не помнить. И он примчался, собственно, разруливать проблему, потому что ему нужен был гарант его неприкосновенности, гарант того, что его клану достанется власть. И действительно, все это и реализовано было. Отдали на два года какого-то там человека, назначили посидеть, просто подождать, пока Кадырову исполнится нужное количество лет. Потом назначили Кадырова этим президентом, ну избрали как бы, да. И вот сейчас слишком все похоже, слишком похоже на то, что решили повторить схему, что вот уже проблема у Рамзана Кадырова теперь. Ну тогда-то Ахмата неожиданно же, да, убили. Вот сейчас неожиданно возникла проблема со здоровьем у Рамзана Кадырова, возможно. И он не может исполнять как-то свои обязанности или что-то с ним не так. И он пытается поставить сына вместо себя. Ну, конечно, проблема, что ему 17 лет. Было бы сейчас сыну 30, ну, я думаю, что на это, собственно, и был расчет, что там, когда сыну будет 30, он станет следующим. Но вот сыну 17, мне кажется, это выглядит как нерешаемая проблема. То есть я не очень представляю себе, что целая республика подчинится 17-летнему человеку. У меня вызывает это большие сомнения. Ну, в истории разные были случаи. Да, были. Ходили на трон совсем юные. Да, но там, понимаете, уважение к старшим. Это же Чечня, вот очень важно. Ну, вот такая вот Восток, да, это уважение к старшим. Ну, я не знаю, там нет слова Аксакалы, наверное, это среднеазиатское, но там же тоже какое-то такое понятие. И вот как бы получается, вроде как, тогда-то, когда Рамзан Кадыров стал, это уже было так себе погранично. Но 17-летний человек, я не могу себе представить. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Следующий информационный блок о том, что президент Турции Раджеп Таип Ардаган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать Путина. Однако этим он может сыграть на руку Кремля. Об этом и так сообщает СНН. Турция, кстати, не единственная страна, блокирующая вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Венгрия также не смогла ратифицировать присоединение скандинавских стран. Вот эта формулировка СНН, конечно, что-то огорчает. А мне интересно, это какой СНН, знаете, потому что есть же разные СНН. СНН бывает разный, как ни странно. СНН, в отличие от некоторых других каналов, это франшиза. То есть в каждой стране, собственно, свой СНН. Есть американский СНН в Америке, там все понятно. Понятно, кем он управляется и как. А есть турецкий СНН, знаете, турецкий СНН на турецком языке. И владельцы какие-то турки. Да, у них есть франшиза на использование этого названия. Но вот мне прям интересно понять, чей СНН такое сказал. Может, турецкий. Если это турецкий, то его мог сам Эрдоган и попросить такое сказать. Слушайте, братья, скажите, что я, чтобы не расстраивать брата Вову, вот так специально. Ну, вот что-то в таком духе вполне, вот вполне вписывается в турецкие игрища. Вот поэтому и формулировка такая, чтобы не расстраивать. Расстраивать, да. Такая восточная формулировка. Хорошо. Но в целом тогда ситуации, ладно, не расстраивать, но Швеция и Финляндия подвисли в воздухе. Подвисли в воздухе, потому что там еще большая такая история, что Финляндию-то Турция готова допустить, но Финляндия не готова вступать без Швеции. То есть вот такая тоже история. И к шведам у них претензии конкретные по поводу поддержки неких партий, там вот этой курдской, я так понимаю, партий, курдских сепаратистов, что ли. И Турция вполне себе выдвигает условия, но что она уже в НАТО, она может диктовать условия. Когда мы будем в НАТО, то мы к следующим тоже будем условия предъявлять. Мы скажем, что там собирается вступить, Краснодарский край хочет вступить в НАТО, но мы Украина на правах, так сказать, ветерана НАТО считаем, что Краснодарский край, чтобы вступить, должен сделать там раз, два, три, четыре, выполнить 10 условий, правильно? Предоставлять Анапу бесплатно для украинцев и так далее, и так далее. Вот. Но Турция пользуется своей позицией. Вообще Эрдоган же, он выжимает, как видите, из любой позиции. Почему он такой, почему Эрдоган такой крутой, ну, для турков, почему его выбирают каждый раз, почему он смог прийти к власти в такой сложной стране, между прочим, в тюрьме сидел человек, а оказался у власти, да? А почему смог? Вот одно из его умений больших, безусловно, это же не какие-то восточные хитрости, кстати, а умение вот выжимать до конца из вот своей выгодной позиции. Ну, не раз, по-моему, это было видно, как, когда у него есть выгодная позиция, он из нее выжимает все соки. Он не сдается, не, как раз, знаете, он не пытается ни для кого быть хорошим. Он не пытается быть хорошим для шведов, для финнов, мог бы же попытаться, правильно? Вот какой-нибудь там Путин, чтобы быть хорошим для финнов, мог им дать скидку на газ. Эрдоган бы не стал, ему не важно быть для кого-то хорошим. Он ищет вот настоящую выгоду, причем не для себя лично, а для Турции, как он ее себе представляет. Вот очередной такой трюк он сейчас и проделывает, по-моему. Продолжаем наш эфир, напоминаю еще раз подписаться на YouTube-канал Михаила Шительмана, YouTube-канал Голованов, лайк под этим видео. И следующая тема, я предлагаю вернуться к внутренней нашей повестке, не столь, может, серьезной, но бурлили социальные сети. Значит, как это так, это бурлили, что куда смотрел Буданов, до кого он, зачем он наградил. Ну, вы понимаете, о чём идет речь. Показала в социальных сетях Instagram-блогер с псевдонимом Манекен, Ксюша Манекен, по-моему, что она, значит, награждена вот такой, отмечена точнее вот таким вот знаком от Главного управления разведки Министерства обороны Украины лично за пописью генерала Кирилла Буданова. И социальные сети вот возмутились, как это так, это бывшее, это, во-первых, ну, некрасиво припоминать уже, все уже и фотографии повытаскивали. Но мне сегодня в личку написали люди, знающие, я не буду раскрывать всех деталей, но говорили, что было за что наградить, что действительно не за красивые глаза, она действительно помогла в определённом важном деле, причём и за это была отмечена. И по времени это совпало с историей, когда Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Андрея Ермака, собирал блогеров у себя в кабинете, никого он там не награждал. Вышел потом Подоляк, записал видео, говорит, я никого не награждал, у нас просто была встреча, потому что там уже раздули до того, что лично Зеленский в офисе там Подоляка раздавал медали каждому, каждому инстаграм-блогеру. Вот, но это не так. У нас надо понимать, откуда ноги растут. У нас есть оппозиционные внутри страны силы, которых хлебом не корми, да и за что укусить власть. И вот собирается группа то ли по интересам, то ли за деньги, которые вот выискивают блохи, за что можно укусить Зеленского, там Подоляка, в прошлом Аристович, а сейчас Ермака, и начинает вот долбить, 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 фейсбук, лайки и репосты. Смотрите, там в окопах пацаны гибнут, а они эскортниц награждают. Вот такая вот история. Михаил, что вы скажете, как вы ее видите? Я вижу так, что когда в окопах действительно гибнут люди, нельзя устраивать из войны светский такой раут, да. Так что очень много стало, вот прям реально. У меня сегодня был такой диалог на одном канале интересный. Я спрашиваю, сначала вот про эту историю спросили, потом про историю какого-то там, господи, комик, который уехал. А после этого третий вопрос был, я о том что-то сказал. Третий вопрос был такой, а вот вы не считаете, что это Российская Федерация устраивает специально такой в рамках своего ИПСО, чтобы мы вместо того, чтобы обсуждать войну, значит, обсуждали вот это? Я говорю, дорогие, ну это же вы меня только что два раза спросили. Конечно. В смысле? Так это вы Российская ИПСО, что ли, получается? Так это должен понимать, что вы Российская ИПСО. Но так как вы, скорее всего, не Российская ИПСО, но опоминаетесь о Панове. То есть, мне кажется, как, вот у этой штуки есть несколько сторон, которые можно во время войны, которые нельзя во время войны. Можно во время войны подозревать кого-то в коррупции, на честноплотности, можно. Но в данной ситуации, кого можно подозревать в коррупции? Например, Буданова, правильно, можно подозревать? Ну, в теории, я говорю вообще, в теории. Я не говорю, что это так. Это девушка, которая блогер, ее-то ни в чем заподозрить нельзя? Ее в чем можно обвинять? В коррупцию можно? Нет. Она что-то сделала, ее наградили. Можно обсуждать только тех, кто наградил, а не ее саму. И вот ее не актуально, когда в окопах действительно люди сидят. А вот там тот, кто наградил, должен отчитаться. Я так понимаю, что там сообщили, что это военная тайна, и отчитываться нельзя пока. Окей, значит, после войны мы просто запишем, галочку поставим и поехали дальше. Мне кажется, разоблачение коррупции, связанной с войной, оно к месту, да, во время войны. Я думаю, что в окопах бы это одобрили, разоблачение коррупции, связанной с войной. А превращение войны в светское мероприятие, нет, не одобрили бы. И я поэтому тоже против. Вот в России из этого делается реально светское мероприятие. Ну, прям совсем, да. А мы должны, я вот, кстати, такие новости, вот вы рассказываете, я все время это пропускаю даже. Мимо. Мне потом рассказывают просто во всех эфирах, там что-то начинают спрашивать. Но я их не смотрю. Даже честно, у меня журнал «Частная жизнь», «Частная жизнь в окопах», вот он меня интересует. Мне кажется, после войны, пожалуйста, ради бога, все, что угодно. Сейчас это все, либо есть предмет коррупции, тогда давайте разбираться. Но с теми, в отношении кого это есть. Вот даже какой-то этот комик уехал в Турцию. Не с комиком же надо разбираться. У него было разрешение, Минкульт. Да, значит, если есть претензии, то они должны быть к Минкульту. Надо выяснить, на каком основании выдали. Все, это понятно, почему. Нет, так а там чего понятно? Мы тоже заполнили заявку, поехал там условно выступать, собирать там деньги для ЗСУ. Например, у нас же много выезжает и комиков, и певцов, и других артистов, которые выступают в Польше, в других странах Европы, привозят деньги. Ну, это вполне благородная миссия. Тут просто человек воспользовался, как говорят, украинской шпарынкой. Да. И просто воспользовался и в личных целях. Но, кстати, я этот вопрос тоже вчера обсуждал там на стриме с Дмитрием Гордоном, но обсуждал с точки зрения первого случая, когда человек выходит в публичную плоскость, и прямо признается, что он сбежал. То есть у нас много, я не про женщин говорю, много мужчин, которые выехали за границу, до артистов известных и менее неизвестных. И они тихонечко живут себе сейчас там в Канаде, что-то там делают, это зарабатывают, как-то крутятся. Но не, как говорится в народе, не отсвечивают. А тут человек выходит в прямой эфир и говорит, да, я убежал, я воспользовался. Хотите, расскажу, как хотите, вам помогу это сделать. Хотите, вот у меня двое друзей там через лес убегали, через речку там что-то как-то по зеленке. То есть для меня это такой прецедент, который случился, такой камин-аут. И этим мне он был интересен, а не тем, что он уехал. Да, согласен. В этом смысле, конечно, действительно есть в этом содержательная часть. Тут вы правы, да, конечно. Ну, а если брать такую более криминальную сторону этого вопроса, то если это действительно криминал, то в таких случаях же как? Все эти министерства, они должны объяснить, что они сделали, чтобы это не повторилось. Да, да, уже Минкульт выступил, что они ужесточат. Нормально, вполне решенная проблема, закрытая. А там разбираться с конкретным человеком, мне кажется, ну, это все, если и надо, то потом. Вопрос запрета на выезд. Как думаете, как его можно, если не снять, в принципе, с повестки дня, потому что, ну, часто обсуждаемый вопрос, то может как-то его можно градус как-нибудь снизить? Опять же, те студенты, которые учатся в иностранных вузах, которым пишут мне несколько человек в день, как это так, может есть какой-то, вот у вас есть, может быть, рецепт Шейтельмана, как можно вот тут снять градус в вопросе выезда за границу, или поставить какой-то временный выезд, или какой-то под залог выезд. Я вот против одного только, знаете, все, что вы перечислили. Я не знаю точно, какое нужно решение, простого тут нет способа. Есть формула, да, формула состоит в том, что если это выгодно для страны, ну, сейчас так получилось, что у нас война. А из-за войны все действуют в интересах государства в каком-то смысле, да, ну, в частности. И в своих тоже, но и в интересах государства. И вот все вот это ограничение на выезд, оно в интересах государства. Значит, если государству выгодно, чтобы этот человек выехал сейчас почему-то, да, и оно считает, ну, эта выгода большая, достойная, то, наверное, надо. Ну, приведу простой пример. Вот есть исключения, насколько я знаю, когда выпускают в командировку IT специалистов. Ну, вот есть какие-то там разрешения на это делают. За последний год IT-индустрия принесла экспорта больше, чем до войны. То есть в 2022-м экспортной индустрии вырос по сравнению с 2021 годом. И это единственная индустрия, в которой это произошло вообще единственное, в принципе, да, в Украине. Вот. То есть эта мера себя оправдала в том числе, значит, нужно, да. Потому что, да, нам нужна эта экспортная выручка, нам партнеры не будут давать деньги, если мы их вообще, если мы ляжем, ничего не будем делать и перестанем зарабатывать сами, то нам партнеры тоже не будут пополнять кассу, так сказать. Там, где-то пополняют кассу государства, ну, надо, да, надо. Там, где люди кормят свои семьи, как говорится, да, там какие-то моряки, которые, ну, не могут, они моряки, они друг по-другому не умеют зарабатывать деньги. А то, что моряк будет в Виннице сидеть и ждать, когда его, может быть, заберут в армию, а может, не заберут, ну, вот, его семье нечего будет кушать просто. Это плохо тоже. Поэтому как-то, я не знаю, ну, исходя из таких прагматичных соображений, нужно это все, разумные компромиссы находить, это раз. Но мне вот категорически не нравится формула залога, потому что она как раз обесценивает человеческую жизнь. Потому что ведь как, это же альтернатива человеческой жизни, да, что вот там кто-то погиб, а другой оставил залог. Получается, деньги, в деньгах оценивано жить. Я понимаю, о чем вы говорите, да, и будет возмущение, что вот богатые могут выехать. Да, это даже не возмущение, Василий. Это не про возмущение, это про то, что, помните, вот в начале войны была... В этом есть социальная несправедливость, я понимаю, о чем вы говорите. Не только социальная. Нет, хуже, хуже, хуже. Вот я почему хуже, да, хуже. В начале войны была такая история, когда кто-то там предложил нарушителей комендантского часа, тех, кто пьянствует после комендантского часа, отправлять на фронт. И фронтовики сказали, нет, 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 вы что, так нельзя. Вы что хотите, наказывать тем, что к нам присылают какое-то наказание? То есть мы сейчас что, наказанием бываем? Нехорошо. Вот нехорошо. Вот это не вопрос там, не только социального неравенства. В принципе, нехорошо измерять в деньгах сравнение с жизнью и смертью. Вот нельзя. Ну, хорошо, другая какая-то мера. Человек там оставляет, подписывает документы, что в случае там невозвращения, вот как парень, который в Турцию уехал, невозвращения в указанные даты, то наступает какая-то там ответственность. Вплоть до уголовного. Не, уголовное, это само собой, это как раз логично. Не, ну тут что, конечно. Продолжение следует... Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова